Всем добрый день! Днями наши законодатели приняли закон про землю. Безусловно, это знаковая вещь для страны, потому что первое, все наконец-то задумались, опача, так у нас еще земля есть, да, и возможно ее нужно беречь. Вопрос для кого? Но это вопрос второй. Сейчас главное что? Первое. Сейчас огромнейшее значение имеют все абсолютно объекты природно-заповедного фонда Украины. Потому что, как только, знаете, такой большой пирог, торт, например, торт киевский или пражский, кому как удобнее, его начинают резать, семь кусочков не хватит, кто-то останется обиженный, как всегда. Так вот, когда начнут резать землю, естественно, кто-то захочет ухопить кусочек какого-то там заказничка, еще чего-то, еще чего-то. Так вот сейчас огромнейшее значение имеет не только сохранение всех объектов природно-заповедного фонда, начиная от национального уровня, национальные природные парки, заказники и так далее, и так далее. И самые крохотные, незначные заказнички, которые там где-то просто числятся, потому что теперь нужно все это поднять, посмотреть, почему, и сохранить каждый кусочек. Потому что мы прекрасно понимаем, когда придет большой бизнес, то природа им не нужна абсолютно. В связи с этим мы тоже хорошо поймем, что пока зоозащитники и охотники выясняли, кто из них больше любит природу, по сути дела-то, любить не осталось что. Потому что если придет, опять-таки возвращаясь, большой бизнес на территорию страны, который чуть-чуть-чуть, да, и у нас будет от Харькова до Львова большое кукурузное поле с небольшим вкраплением подсолнуха, чтобы красиво было, зелененькое и такое желтенькое. Господа, самое интересное будет тогда, когда зоозащитники и охотники объединятся, потому что они поймут, для того, чтобы что-то охранять, его нужно для начала сохранить. А когда не останется ничего, то охранять не будет ничего. Поэтому, возвращаясь, каждый национальный парк должен сейчас иметь самое пристальное внимание. Каждый самый крохотный заказничек должен иметь самое пристальное внимание. Любая водоохранная зона, самой там малюсенькой речки, которая 20 метров несчастных имеет, это все равно водоохранная зона. Если у нас приняли закон про землю, да, ну, вот закон про землю есть, а закон про водоохранную зону, как-то он так вяленько есть, да. Закон про ПЗФ тоже вроде бы есть? Вроде бы нет. Так у нас или все законы есть, или вообще законы есть, Господа. Правда? Всего доброго. Продолжение следует...